всем добрый день добрый 17 января у нас 0 градусов и похолодало веточки смотрю покрыли синие белым таким мы думали мороз короче зима у нас полным ходом сегодня мы притянули уже коробки из подвала будем разбирать елку снимать гирлянды и собираться уже на дачу сажать перцы помидоры т.д. и т.п. сейчас соседка встретила верлена когда в этом году сажать будем она говорит ну может числа 11 или 7 февраля перцы а горта моя соседка это зачем ты так сажаешь ты будешь открытый грунт всего сажать холодно еще будто они вырастут в середину февраля можно середину февраля сажать перцы ну а помидоры конечно позже и сейчас помидору посадишь они а я стою слушаю этот разговор и думаю надо ли надо это вообще каждый год говорю нет нет и все равно саживанием но время там как-то проходит интереснее конечно на даче на природе коты рядом много эмоций под душем летним помоешься сорвать свежий огурчик с гидрофора воду ледяной откроешь как лук в городе но в городе по-своему интересно чего в городе город из города своя жизнь на даче своя но выращивание вот этих всех особенно лука картошки лука посадим немножко на зелень а так на зиму нет он портится у нас теплый подвал это время зря теряю я сажаю эти грядки так на зелень грамм 300 посадили хочешь ложись хочешь садись хочешь ножки свесил это что так это лебеди что-то ищет а вот ищите там еда у вас смотрю уже замки здесь стали цепля новобрачные на счастье кря-кря вот так потихоньку день за днем проходит она может даже лучше при стрессовых ситуаций тихо все спокойно так и должно быть в общем то нет нет там кто-то напишет и вот это все и это вот стоит показывать это вот так вот скучно вы живете но вот как живем да мы не скучно живем мы много гуляем свежим воздухом дышим иногда у нас очень весело и иногда иногда немножко так вот как сегодня все зависит еще от погоды рекомендуем вам побольше гулять побольше ходить так что у кого ребята есть возможность гуляйте топчите ногами землю нашу ну если нет тогда уж нет стоит все таки один рыбак так сыро и холодно природа раскрашивать деревья видите чуть морозик получается уже березки как с белыми сережками а мы сегодня утром проснулись в окно смотрим такой туман да тумане и крыши белая саша горит наверно мороз глянули 0 градус но это значит для нас мороз сильная влажность вода и очень холодно сразу у нас вадим привет танюша привет снимаю ваши балконы пока зашли в магазин говорю позвоню маме спрошу может что надо оказалось надо купили кое-чего сейчас зайдем я заодно хочу телефон покрутить еще настройки кое-что там сделать чаю попьем или печенье здравствуйте мои хорошие здравствуйте танин и подписчики зрители буквально два дня тому назад я отмечала свое восьмидесяти восемьдесят восемь лет несовременно восьмилетие вот так восьмидесяти восьми восьмилетие да даже тяжело и выговорить такое вот ну в общем хочу пару слов сказать типа даже извинения то что я когда сидела здесь на диване со своим зятем мы показывали кувшин который мне подарили внуки значит помимо внука помимо кувшина со стаканами саше сейчас их покажу еще подарили вот такую замечательную коробку конфет а наташа с дятем подарили мне денежку хорошую денежку поэтому в общем чтобы не было это потому что но могут подумать что вот там сын подарил телефон а что подарила дочь непонятно поэтому я вот сейчас вот буквально рассказываю об этом что подарили спасибо спасибо за это и спасибо конечно за отличный комментарий столько комментариев и вот нет они подсказывают что спрашивают как мне удается сохранить молодость ну в общем то свой свой вид но вот сейчас я перед вами уже как говорится домашняя без прически ну какой мой секрет никакого секрета нет просто иногда я даже себя заставляю что-то делать вот примеру тяжело тяжеловато очень тяжеловато уже не скрою надо было мне заплатить за квартиру идти на почту ну как сказать не очень далеко но и не близко не хочется но надо и вот я иду думаю сяду на скамейку нет надо идти надо пройти там я посижу на обратном пути зашла еще ударек зашла в магазин пришла домой отдышалась довольно сама собой ну и так сохраняюсь как говорится себя всегда держать в основном в чистоте вот было у меня еще на сегодняшний день у меня была еще великолепная прическа на голове вот та с которой я была рождения но сегодня у меня банный день вымыла голову после баньки я употребляю крем герантол московская фабрика изумительно хороший крем когда-то этот крем я услышала рекламировала сама продавец хотя бы хотя она тогда была ну может быть или 35 а крем очень хороший дело в том что когда пользуюсь этим кремом вот на ночь утром умываешь лицо на лице ничего то есть крем полностью впитывается а если крем саморезрекламированный хороший такой 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 последней марки утром встаешь после этого крема смываешь 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 крема остается значит крем этот извините не очень хороший ну что еще сама конечно сама пытаясь все делать абсолютно все за исключением уже уборки квартиры а так там какая-то плюку плюку вытираю еду себе готовлю но машинка стирает ручную ручной стирки у меня нет белье вывешиваю на балкон и стараюсь конечно по мере возможностей каждый день выходить на прогулку каждый день через дорогу у меня набережная выхожу иногда с большим трудом но где-то обязательно чтобы час я была на воздухе чтобы я потопала своими как говорится ножками ну пути котов кормить и ну котов кормлю это по пути всегда по пути хорошее дело котов кормлю да люблю я животных всех всех этих с четырьмя лапами если бы была возможность я бы держала в доме но это для меня это но неприемлемо короче говоря потому что еще питаться я но как все питаемся сейчас честно говоря у меня уже аппетита нет такого как раньше сейчас я очень мало ем но пока плоско не проговориться пока у меня уже долгое время держится один без 80 кг вот у меня сейчас вес но и стараюсь чтобы даже вот когда приглашают меня наташа саши или танец на саши стараясь при обилии всяких вкусняшек капельку-капельку всего понемножку чтобы не переедать вот и весь мой секрет и конечно сладости я сейчас можно сказать вообще почти не ем ну за исключением ежедневного употребления чая или там какой-то напиток за исключением банки варенья и ящика печенья да нет печенья не ем если покупаю то печенье ну как напишется постное печенье булочки нет хлебушек любой хлебушек преимущественно черный вот и все мои маленькие секреты желаю вам всем крепкого здоровья спасибо огромное за огромное спасибо всех вас целую и обнимаю до пообочения давай конфеты открывай нет конфеты нельзя можно сейчас покажу вам кувшин вот кувшин стакашки видите какие симпатичны с цветочками вот кучу рассказали кучу показали ну да ну что мы попили чайку с пирожными с конфетами немного разбираюсь дальше с телефоном сделал так чтобы чтобы было удобнее маме звонить просто нажимаем единицу так надо разблокировать просто нажимаем единицу и держим и пошел вызов под номером один это я мастер настройщик пошел вызов на мой мобильный телефон под номером два у нас идет наташа сестра моя и таня говорит ну и меня уже хотя бы третьим номером сделать ну вот так да смех смехом но проще это очень проще проще сделать вот сразу говорю подсказку тем кто нашим друзьям кто собирался приобрести данную модель телефона не надо контакты искать номер набирать очень на единичку нажал и все звук отключается вот решеткой внизу с правой стороны что еще вам рассказать что непонятно будет спрашивайте да я уже его на щекол накрутил этот телефон вот такие нас новости сейчас пойдем домой потихоньку стемнело летом бы еще было ой-ой-ой 20 минут восьмого вечера работали на грядках дорожки бетонировать ну все всем пока до свидания уходим мы пошли все вам пока пойдем спасибо что зашли на рамках дорожки